Глава региона Андрей Никитин сегодня посетил промышленную площадку корпорации «Сплав». В рамках национального проекта компания внедряет систему бережливого производства. Подробности у Алены Суфтяной. Бережливое производство в действии на отдельно взятом предприятии. Красочные картинки «было-стало» говорят сами за себя. От захламленности проходов и мусора на рабочих местах не осталось и следа. Теперь в цехе чисто, просторно и очень уютно. Стеллажи с комнатными растениями вдоль станков не просто не запрещаются. Поощряются руководством. Но красота здесь не главное. Освободив проходы, мы сделали передвижные тележки, которые могут опускаться и подниматься. Ранее ждали всегда кран-балку, чтобы перевести какие-то тяжелые запчасти, детали. Когда кран-балка была занята, часто рабочие таскали это на себе, набировали спины. Сегодня, буквально сделав, купив такие механизмы, это небольшие инвестиционные вложения, мы сократили в шесть раз время передвижения по цеху внутритецеповых деталей. Скорость производства на отдельных станках тоже увеличилась в разы. 15 деталей в смену давно в прошлом. Теперь ток из шестого разряда успевает их сделать 50. Такой прогресс – личная заслуга Михаила Андреева. Это его раз предложение. Эту операцию на новых станках, на дусанах не сделать. Так вот, я придумал кулачки специальные такие, делаю чистовой размер. А там размер четыре сотки. Тут вам и увеличение производительности труда, и уменьшение себестоимости деталей. И вообще на сплаве каждый точно знает – время – деньги. Подводить заказчиков нельзя. Уже в апреле братья-белорусы приступят к монтажу второго блока своей АЭС. Детали для нее и их рук дело. Вы посмотрите на географию тех проектов, которые реализует корпорация «Сплав». Это проекты мирового значения в разных точках мира. То есть это и атомные станции, и другие объекты, которые звучат на каких-то больших совещаниях с участием первых лиц, глав государства и так далее. И здесь вклад нашей новгородской компании, вклад достаточно серьезный. Поэтому, если мы хотим удерживать планку, если мы хотим работать на таком высоком уровне, то, безусловно, нужно внедрять и самые современные методы управления. Внедрение системы бережливого производства в рамках национального проекта на «Сплаве» стартовало в марте прошлого года. Обновился не только сварочно-механический цех. Полностью отремонтировано помещение проектно-конструкторского института. Созданы все условия для отдыха и приема пищи работников. Хочется выразить особую благодарность правительству Российской Федерации за то, что проект повышения производительности труда реализован сегодня в Новгородской области. А благодаря активной позиции правительства Новгородской области мы сумели войти в него на три года раньше, чем это планировалось. Руководство корпорации признается, улучшение – история бесконечная. Так что останавливаться на достигнутом не планируют. В ближайшее время практика бережливого производства будет внедряться на всех участках. Алена Сувтина, Олег Федоров, Новости, Новгородское областное телевидение.